Спасибо большое, добрый день. Мы начнем с морфологической классификации, пожалуй, это довольно логично. Мы сейчас пользуемся руководством 2013 года издания, но это не какая-то статичная ситуация. Она развивается, динамичная, и уже к концу этого года планируется, скажем, издание нового тома, новой серии классификаций ВОЗ, в том числе по мягким тканям. Мы немножко коснемся того, какие изменения нас ждут. Но вообще принципиально классификация глобально не изменится, каких-то идеологических изменений и потрясений нас не ждет. Классификация в нынешнем виде включает порядка 50 нозологических единиц только сарком. Еще около сотни образований доброкачественных и с промежуточным потенциалом злокачественности. Она, конечно, огромная. Устроена она по гистогенетическому принципу. Это значит, что все образования разделены на рубрики в зависимости от того, какие признаки дифференцировки мы можем в них обнаружить. Если это признаки адипоцитарной либо жировой дифференцировки, опухоль попадает в эту группу. Если она имеет признаки гладкомышечной или фибробластической дифференцировки, она попадает в соответствующий раздел, в рамках которого образование еще подразделяется по степени или потенциалу злокачественности на доброкачественные, злокачественные и промежуточные, которые, в свою очередь, в большинстве категорий еще делятся на местно-агрессивные, которые склонны к местному рецидивированию, либо деструирующему росту, как правило, имеют инфильтративный край и сложности при локальной радикальной эксцезии, а также промежуточные редкометастазирующие опухоли, которые в небольшом проценте случаев могут давать дистантные метастазы вне зависимости от того, что морфологически выглядят довольно безобидно. Этих рубрик довольно большое количество, но, пожалуй, самое интересное, то, что в классификации есть две рубрики от опухоли с неопределенной дифференцировкой или с неопределенным гистогенезом и недифференцируемые и неклассифицируемые опухоли. Вообще наши представления о саркомах довольно ограничены, потому что это очень большая гетерогенная группа, очень пластичная по своим проявлениям и по своей биологии, и то, что мы пытаемся их подразделить на вот эти категории в соответствии с условным гистогенезом, это всё равно довольно грубое приближение, потому что если опухоль дифференцируется в сторону, скажем, жировой ткани или гладкомышечной, это не значит, что она из неё развивается, а мы пытаемся экстраполировать то, что мы видим на сегодняшний момент, на прошлое, откуда это всё взялось. Есть несколько представлений о том, что есть стволовые клетки мезонхимальные, они полипатентные, из них могут развиваться различные мезонхимальные элементы, и они в том числе могут давать различные саркомы. Но вот эта вот группа опухоли с неопределенной дифференцировкой или с неопределенным гистогенезом говорит нам о том, что всё равно мы не можем категоризировать каждую ситуацию. И сюда включаются такие опухоли, которые имеют своё морфологическое лицо, как, скажем, синавиальная саркома, которая на самом деле не имеет никакого отношения к синавиальным оболочкам, просто исторически она была описана вблизи крупных суставов, которые имеют синавиальное образование довольно выразительное. Поэтому это, скорее всего, историческое её название, чем название, которое отражает её биологию, и такого в саркомах очень много. Как строится морфологическая диагностика в таких условиях? В силу того, что эти опухоли редкие и очень гетерогенные по своим проявлениям, то очень эффективным оказывается подход, который называется паттерн-анализис или распознавание определённых паттернов. Он строится на том, что мы анализируем различные компоненты образования, его клеточный состав, клеточные проявления, их морфологию, а также архитектуру и стромальный компонент. И в зависимости от соотношения этих элементов, от их морфологии, можно грубо разделить опухоли на представленные здесь группы. И в чём преимущество? В том, что мы можем из вот этого множества, из полутора сотен образований разного гистогенеза их сгруппировать в более узкие группы, в пределах которых можем проводить дифференциальный диагноз с учётом имеющихся клинических данных, данных лучевых методов исследования и данных дополнительных методов исследования. Но чтобы вы понимали, что вот эти вот характеристики, они не являются нозологическими, если вы сталкиваетесь с ними в морфологическом заключении, то это характеристика описательная, которая говорит нам о том, что мы имеем дело с определённой группой образований, в пределах которой мы и должны проводить дифференциальный диагноз, то есть нету нозологической единицы веретиноклеточной саркома, если мы будем говорить в терминах действующей классификации. Частота встречаемости саркома этих очень разная. Вы видите, самой частой саркома является липосаркома, и поэтому, пожалуй, в силу этого обстоятельства опухоли и адипоцитарная дифференцировка являются самыми изученными. У нас больше всего данных относительно их патогенеза. Если мы возьмём доброкачественный раздел классификации, то вы видите огромное количество только доброкачественных вариантов образований, и в действующей классификации, и в будущей классификации этот раздел только расширяется, в том числе, скажем, за счёт таких образований, которые могут симулировать более агрессивные опухоли, либо ранее, по крайней мере, неадекватно диагностировались как липосаркома, но на самом деле это доброкачественная веретиноклеточная липиоморфная липома, и ведёт она себя клинически доброкачественно. То есть мы всё равно идём по пути амплификации, и по пути увеличения количества нозологических единиц в каждой группе. Нет каких-то глобальных перестроек и глобальных изменений в подходах, в воззрении на биологию этих образований. Вот довольно частые представители адипоцитарных опухолей, атипическая липоматозная опухоль, она же высокодифференцированная липосаркома. Это не единственный пример сарком или опухолей мягких тканей и костей, которые в зависимости от локализации образования имеют различное клиническое течение. Потому что если опухоль с одной и той же морфологией, с одной и той же генетикой, с одними и теми же макроскопическими, микроскопическими проявлениями локализована на периферии, то есть в периферических мягких тканях на конечностях она ведет себя относительно благоприятно, и мы используем преимущественно термина типическая липоматозная опухоль, потому что при радикальной эксцезе эти опухоли не рецидивируют, то есть могут рецидивировать при неполном удалении. Но если же такая же опухоль локализована забрюшинно, срединно в зоне осевого скелета, в тазу или в мошонке, то эти опухоли ведут себя гораздо более агрессивно, они склонны к первично-множественным мультифокальным проявлениям, к рецидивам и к прогрессии на фоне рецидива до додифференцированной липосаркомы. То есть на сегодняшний день, благодаря тому, что это относительно часто и среди редких опухолей, мы имеем наиболее полноценное представление об их патогенезе и знаем о том, что высоко дифференцированная липосаркома и додифференцированная липосаркома представляют собой проявление одного спектра патологических процессов, которые имеют единую биологию, там крификация в гене МДМ2 и СДК4 и существенно отличаются от, скажем, миксоидной липосаркомы, которая характеризуется вот этой вот фьюзией, транслокацией с формированием сливного гена. И плеоморфная липосаркома, которая гораздо реже встречается, чем остальные единицы, и их характеризуют совершенно другими молекулярными особенностями. Совсем другую группу представляют у себя, скажем, круглоклеточные саркомы, она гораздо более гетерогенна, чем опухоли, которые несут микроскопические проявления той же адипоцитарной дифференцировки. Есть даже у морфологов более широкая группа так называемых small blue round cells, это мелкокруглоголубоклеточные опухоли, которые включают в себя помимо круглоклеточных сарком еще нейроэндокринные карциномы, лимфомы. То есть это гораздо более широкий дифференциально-диагностический спектр, и здесь в отсутствии клиники очень тяжело бывает разобраться, особенно если речь идет об ограниченном по объему материале. Даже если мы имеем дело именно с саркомой, то вы видите очень большой спектр образований, которые имеют разную эпидемиологию, разную клинику, разное течение, по-разному отвечают на терапию, но в ограниченном материале не всегда бывает возможно достоверно их отличить друг от друга, и поэтому неизбежно мы здесь приходим к тому, что молекулярная генетика является на сегодняшний день неотъемлемой частью диагностики этих образований. Этой природы, и слава богу, многие из них, даже низкодифференцированные круглоклеточные варианты более дифференцированных сарком, сохраняют характерные для них перестройки. Но сложность заключается в том, что не все эти перестройки выявляются, скажем, в патагноманичной манере для сарком, то есть они встречаются, скажем, в 90-95% случаев. Не для всех сарком есть такие перестройки. Это, в общем, ограничивает в том числе и эти возможности. Кроме того, если мы вернемся к саркоме Юинга, то это тоже гетерогенная по молекулярной биологии опухоль, которая включает в себя на самом деле около полутора десятков различных вариантов перестройки. Все эти опухоли, казалось бы, с разными нарушениями, являются саркомой Юинга на сегодняшний день, по нашим представлениям. Хотя на основании молекулярных данных из этой же группы Юинга-подомных сарком выделены две отдельные группы. Это СИЗ-перестроенные саркомы и БИКОР-перестроенные саркомы, которые, хотя имеют морфологию, сходную с классической саркома Юинга, имеют неклассический фенотип и имеют определенные клинические особенности, особенности течения, и хуже отвечают на терапию. Но на самом деле получается, что на сегодняшний день вот такая детальная молекулярная субклассификация дает скорее не предиктивную информацию, а прогностическую. То есть если мы знаем, что это СИЗ-перестроенная или БИКОР-перестроенная саркома, мы предполагаем, что она просто будет в меньшей степени менее эффективно отвечать на системную терапию, которая все равно будет такой же, как при саркоме Юинга. Для очень многих сарком вот есть на сегодняшний день данные о рекуррентных молекулярных перестроек, что, безусловно, помогает в диагностике, но что более оптимистично, это то, что часть, по крайней мере, из этих нарушений может быть таргетируема, то есть что появляются препараты, которые могут быть эффективны в опухолях с соответствующими изменениями молекулярными, и, может быть, это одно из обоснований, почему именно по пути увеличения количества нозологических единиц все еще движется классификация, потому что вот это терапевтическое окно появляется. Все еще нет единого представления о грейдинге, единых подходов к грейдингу сарком нет. Есть образования, которые предлагается градировать в двухступенчатой манере, есть образования, которые имеют трехступенчатый грейдинг. Попытка унифицировать подход к определению степени злокачественности, которая предложена французским обществом по изучению сарком. Это такая суммарная категория, то есть сумма баллов в зависимости от суммы баллов, которая выставляется по степени морфологической дифференцированности саркома, по количеству метозов, и по наличию и выраженности некроза. Суммарный интегральный показатель позволяет определить грейд, но использование такой системы, такого подхода легитимно, только если мы имеем дело с операционным материалом. То есть использовать его на малом материале, на биоптатах, что имеет иногда большее значение, по крайней мере для планирования тактики, не всегда легитимно, иногда невозможно. Безусловно, на сегодняшний день в силу объективных сложностей, редкостей этих образований адекватная диагностика возможна только в рамках мультидисциплинарной команды с участием различных специалистов, как клиницистов, так и специалистов лучевой диагностики. Этим должен заниматься патолог, который имеет соответствующий опыт, и в условиях, когда он имеет возможность использовать все виды дополнительных исследований, в том числе молекулярные. Но, безусловно, в том виде, в каком классификации я сейчас, она для клиники не очень эффективна. Она топорная, ее сложно использовать. И по большому счету получается, что все саркомы, которые представлены в классификации, делятся на небольшую группу специфических, которые имеют специфическую гистологию, для которых более-менее есть разработанные, стандартизированные, уникальные для этой гистологии подходы, и большая группа других сарком мягких тканей, для которых есть какой-то унифицированный подход, где грейд, определение степени злокачественности, может как-то влиять на выбор терапии, но информация о конкретном гистотипе имеет, опять же, в большей степени прогностическое, чем значение, определяющее выбор терапии. Но, тем не менее, классификация развивается, мы накапливаем знания, возможно, через несколько лет все-таки нас ждет какая-то революционная классификация, которая будет эффективна и для клиники, и будет отражать все те нюансы, которые морфолог может оценить, и которые могут повлиять на тактику или прогноз. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok